РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЖИТИЯ СВЯТЫХ СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСЯ Мария Магдалина, захлебываясь слезами, бежала по пыльной дороге к дому Симона, называемого Петром. Все, происшедшее в последние дни, казалось ей дурным сном. Иисус не раз говорил о том, что Ему надлежит пострадать, но никто не мог представить, что это будет так скоро и так страшно. Всего несколько дней назад Господь въезжал в Иерусалим на осленке, и толпа устилала дорогу перед ним пальмовыми ветвями и возглашала благословение. После воскрешения Лазаря иудеи чаяли в нем нового царя, который принесет стране богатство и славу. А потом события стали стремительно сворачиваться, и сердце едва успевало им ужасаться. Предательство Иуды, ночной арест Господа в Гефсиманском саду, суд у Понтия Пилата. И те же люди, что пели о Санну, кричали страшное «Распни! Распни его!». Магдалина смутно помнила свое стояние у подножья Голгофы рядом с другими женщинами, которые так же, как она, любили слушать Иисуса и служили Ему как могли. Из мужчин-апостолов у креста был только юный Иоанн, сын рыбака Завидея. Он стоял поодаль, поддерживая мать Учителя. Они вдвоем удалились по велению Иисуса, когда Он еще был жив. Сама же Мария и ее подруги не могли сойти с места и смотрели, смотрели на распятие, не в силах осознать реальность происходящего. Когда Иисус испустил дух, небо померкло и земля дрогнула. Спустя некоторое время ко кресту подошел один из иудейских старейшин. Мария знала, что его зовут Иосиф, и что родом он из Римофеи. Она несколько раз видела, как этот человек приходил к Учителю. Иосиф снял тело распятого с креста и с помощью своего друга куда-то понес его. Но куда? Мария и другие женщины, которые были с ней, встревожились. Украдкой последовали они за людьми, уносившими дорогие останки, и с облегчением увидели, что у тех не было злого намерения. Соблюдая положенные обряды, Иосиф и его спутник похоронили Иисуса в новой гробнице в скале и удалились, привалив вход в пещеру огромным валуном. Женщины договорились между собой прийти сюда снова, как только закончится суббота, и помазать тело Учителя самыми дорогими благовониями. Но в субботу, на рассвете, пещера оказалась пустой. Кто и зачем забрал тело Учителя? И где теперь его искать? Эти вопросы пульсировали в висках, когда Мария бежала к апостолам, чтобы разделить с ними скорбь, страх, непонимание. Что с тобой, Мария? На тебе лица нет. Разве могло случиться что-то хуже того, что мы уже пережили? Апостол Петр поднялся навстречу Магдалине. Я не знаю, что произошло, Симон. Но когда мы с сестрами сегодня на рассвете пришли к гробнице, в которой был похоронен Иисус, то увидели, что валун отвален и тело внутри нет. Только погребальные пелены лежали на камне. Не может этого быть. Кому и зачем понадобилось нарушать покой усопшего? Может быть, вы ошиблись в утренних сумерках, вошли не в ту гробницу? Хотела бы я, чтобы было так, как ты говоришь. Может быть, мы вместе еще раз пойдем туда и посмотрим? Давай же поспешим. Вместе с Петром ко гробу Спасителя устремился апостол Иоанн. Ученики Христовы достигли пещеры, и все сказанное Марии в точности подтвердилось. Апостолы отправились домой. Магдалина же осталась возле гробницы. Она всматривалась в темноту пещеры и плакала. Иисус был человеком, который изменил ее жизнь. С детства она страдала беснованием, и он полностью исцелил ее. Но дело было не только в обретенном здоровье. Встретив учителя, Мария словно родилась заново. Какой отрадой было внимать его словам о милости к людям и любви к Богу. Казалось, что весь мир должен стать иным после этой невероятной проповеди. Марию окликнули. Она вздрогнула и обернулась. Человек стоял, озаренный лучами солнца. Глаза Магдалины не сразу привыкли к свету, и она не могла разглядеть облик. Решив, что это садовник, женщина стала расспрашивать, не он ли перенес тело Иисуса. И тут незнакомец позвал ее по имени, и радость волной ударила в сердце. Учитель. Христос велел пойти к апостолам и все им рассказать. Мария вновь бежала по той же пыльной дороге, что и утром. Но на этот раз она несла самую радостную весть из всех возможных на белом свете. Я видела Господа. Он воскрес. Жития святых Страницы летописи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова